Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Честное мнение» в студии Дмитрий Шакуров. И Светлана Ладина. Добрый вечер. Сегодня мы вместе с нашим коллегой Денисом Ахалашвили по рубрике «Православная на всю голову» Предлагаем вам тему «Радость жизни во Христе». Жизнь в церкви отнимает радость или дарит ее? Вот над этим вопросом мы просим вас подумать и позвонить нам по телефону 379-6570, код города 343, и написать ВКонтакте, на Фейсбуке, на форуме телеканала «Союз» о своем опыте. Ну, а Денис Ахалашвили, то, что он думает, скажет прямо сейчас. Денис Ахалашвили Посмотрите, сколько на улице унылых, разочарованных, скучных лиц. Глядишь и плакать хочется, как потерпевшая после ограбления. Это потому, что люди в Бога не верят. А тоже таким был, когда в церковь не ходил. Пришел к Богу не от любви. А потому, что кроме Бога, мне тогда никто помочь не захотел. В 90-х я открыл свой небольшой бизнес. Все тогда что-то открывали. И ко мне приехал высокопоставленный чиновник из городской администрации и сказал, что должен взять его в соучредители. Я отказался. А через неделю ко мне приехали вежливые люди в масках. Бизнес прикрыли. На меня завели уголовное дело, где мне грозил реальный тюремный срок. Когда я понял, что никто в мире меня не защитит, никто не поможет, то оказался на грани нервного срыва. Наверняка попал бы в психушку, а потом на нары. И тогда я обратился к тому, в кого всегда где-то в глубине души верил. И завопила помощь. И вдруг в сердце забилась ясная, простая, пронзительная мысль. Иди в церковь и покрестись. Это было так естественно и просто, что на следующий день я пришел в храм, а через день окрестился. А когда оказался на своей первой в жизни литургии, стало так хорошо и покойно, что я понял, что больше никогда отсюда не уйду. Хотя уголовное дело против меня вскоре взвалилось, бизнес больше меня не интересовал. Я решил работать в церкви, потому что Бог, который меня спас, был здесь. И теперь я знал это сердцем. Это все очень просто происходит. Стоит только внимательнее к своей жизни присмотреться. Для неверующих церковь кажется каким-то странным учреждением, где народ дурят и заставляют поститься, молиться, последних радостей решают. Когда их спрашиваешь, а как вы знаете, если ни разу там не были, они плечами пожимают, к вам только придешь, сразу все пропало. Все это, конечно, невежество и глупость несусветная. В храмы мы ходим не потому, что кто-то сказал или так надо, а потому что здесь сердцу хорошо, здесь Бог живет. Каждый из нас, христиан, переживает это в личном опыте своего сердца, которое, встретив Бога, меняется. Иногда это происходит в одно мгновение, как у евангельского разбойника на кресте, которого, когда коснулось благодать, он исповедовал Христа и за свою веру первым попал в рай. Иногда это происходит постепенно, но всегда в живом опыте сердца, которое не обмануть. И тогда хоть все вокруг будут тебе говорить, что солнца нет, ты будешь смотреть на него своими собственными глазами, греться и о любящих теплых лучах. Какое дело, что другие говорят? Плохое вокруг никуда не денется. Люди, как и раньше, будут порой обижать и делать больно. Да и сам ты тоже не ангел, тоже будешь иногда ошибаться. Но все это будет уже неважным. На всякие беды и напасти, которые раньше лишали тебе покоя сна, ты будешь смотреть через любовь Христа и будешь меняться. Да, Светлана, послушал монолог и понял, что эту речь должен был говорить ваш покорный слуга Дмитрий Шакуров. Ну, схожие пути, видимо. Ну, мы и ровесники с Денисом, и, видимо, в одно и то же время практически, да, пришли в храм и одинаковыми путями, так же и был бизнес и прочее, прочее, прочее. Ну, вот я хотел бы упрек Денису сказать, если он наслышит, улыбки не хватает в его устах, насколько он так серьезен. Ну, хотя, опять же, это монолог, это своего рода и исповедь. Это дело в том, что просто человек, ну, практически первый раз в жизни самостоятельно работал в кадре. Не до улыбок ему было. Аплодисменты. Ну, а на самом деле они вот действительно похожи, Денис и Дмитрий, он же Эдуард. Вот по мировосприятию, по какой-то детской радости, по какой-то простоте. И вот мне, например, этого порой не хватает, иногда меня это раздражает, а иногда я готова действительно вот поклониться и сказать, ребят, как у вас это получается. Дополняем друг друга в эфире, но на самом деле, если посмотреть на лица наших жителей уральской столицы, да и не только Урала, ну, действительно, что рабочий люд, целеустремленный, сложная жизнь у всех, у многих. И, ну, не всегда есть радость, а опять же, если ты с кем-то знакомишься из уральцев, вот, ты должен заслужить улыбку, ты должен заслужить доверие и вызвать вот это очарование на лице и светлость, это тоже надо потрудиться. Не просто так уралец, да и россиянин распахивает свои объятия, хотя мы гостеприимны. Особенно если это православный уралец и православный россиянин. Я вот с Денисом чаще согласна, но здесь готова поспорить. Он считает, что неверующие имеют вот такое представление о церкви, как о месте, где отнимают радости, ну, просто оно взято из воздуха. А, к сожалению, иногда оно берется из общения с православными людьми, и они, которые вот только-только пришли в церковь, узнали о том, что многое из того, что ты раньше любил, это грех, это стоит между тобой и Богом. И в стремлении разрушить вот эти преграды, человек начинает очень нервничать, очень переживать, потому что успех, если и придет, то это ближе, наверное, к концу жизни. А мы же привыкли, что, ну, нам нужна пятерка или четверка, да? Нам нужна хорошая оценка, а ее нету. И вот мы начинаем нервничать, да? Вот пишет Варечка Антропова, наша ведущая, которую вот буквально вы только-только видели в выпуске новостей. Моя хорошая знакомая, будучи максималисткой, придя в православие, постилась по незнанию вот только одной гречкой. Увидев это, ее муж решил, что православные не совсем адекватные люди. Ломать этот стереотип ей пришлось целых 20 лет. То есть иногда это действительно человек начитался интернета, светский говорит, ой, какая там церковь, что же это вот вообще ничему и никому не порадоваться. А иногда это мы вот сами наворотили, а потом расхлебываем. Да, и приходится трудами делать обратное. У нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий и Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте, Елизавета. Елизавета, шпийский пароль. У меня просто... Да не надо мне кланяться. Да мы вам рады. Мы там давно не звонили. Я просто задумался на эту тему, еще раньше думал. И вот как вы думаете, как вы считаете, есть ли разница между верующим человеком и воцерковленным? А когда вы на этот вопрос ответите себе, и тогда все станет ясно. Это серьезно. Это еще покруче, чем вопрос комплимент или ругательство православного. Тема отдельной передачи. Но мы понимаем, что за короткие минуты эфира мы не сможем обсудить всех аспектов. Но ключевой посыл нашей программы, то есть есть ли радость в православии, действительно ли, придя за церковную ограду, ты можешь радоваться и как-то еще более того привлечь всех остальных. Ведь впереди у нас же рождественский пост. И что нас ждет, это же просто сложно представить, когда вся страна, простите за выражение, а ты должен находиться в посту и еще с родными как-то отпраздновать Новый год и так далее. То есть здесь очень много искушений. Как-то безгрешно отпраздновать Новый год. Да, безгрешно отпраздновать Новый год. Масса искушений. Дорогой коллега, с вами солидарна наша зрительница Светлана Путная. Она пишет, 28 ноября начинается рождественский пост, и он приходится на новогодние праздники. Я уже устала бороться с искушением вкусно покушать на Новый год. Вот у нас замечательная, все-таки честная программа. Когда человек не стыдится сказать, что вот искушение ему тяжело переносить. Он не говорит, ну я буду держаться. Или просто тихонько там все нарушает и никому не сознается. Так вот. Но дальше. Почему идет по телевидению пропаганда выпивки шампанского в новогодних вечеринках? Пора это прекратить. Каковы верующим, которые блюдут или стремятся блюсти правила поста? Каждый раз одно и то же. Ну вот, это, наверное, тоже о чем я и говорила. Когда тебе хочется все преграды между тобой и Богом порушить так, чтобы уже точно тебе никто не мешал и ничто не мешало. Но опять же сказать, я пощусь, а вы все построитесь. Ну, согласитесь, да? Может, за эту усталость, от искушения Господь больше наградит, чем за пост на пять с плюсом? Ну, это так, это мое частное, честное мнение. А матушка Ксения Кабанова в ответ предлагает, точнее, спрашивает, способны ли мы от души порадоваться прогулке с санками или на коньках, порадоваться настольным играм с нашими детьми, порадоваться подарку от Деда Мороза. Или мы должны отодвинуть это все и все каникулы читать святоотеческую литературу не потому, что чувствуем в ней необходимость, а потому, что так надо и иначе нельзя, и вообще у меня паралич сердечного участия в ближнем. Так что вот наш путь к радости в церкви, он, конечно, долг, извилист и масса препятствий на нем. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что в храме только радость, и в церкви только радость. Ничего бесполезного в этом мире нет. К этому порой приходится приходить десятилетиями, кому-то очень быстро. Но когда теряешь возможность, например, пойти в любое время в храм и помолиться соборно, а только когда будет такая на то милость Божья, связанная с самочувствием, погодой, природой и так далее, то все остальное, пост, не пост, можешь ты соблюдать, не можешь. В храме, в церкви мы в благодати Божией за это только надо благодарить. И как можно быстрее туда идти, и не ждать каких-то возрастов и еще чего-то. Спасибо вам за эту тему. Давайте познакомимся. Как вас зовут, откуда вы звоните? Меня зовут Елена, я звоню из Екатеринбурга. Елена, спасибо вам большое. Спасибо. Я полемизирую все мысленно с Денисом. Приходится бывать на гастролях и не только за рубежом. А мне вот не нравятся вот эти улыбки, когда ты идешь по Нью-Йорку, и каждый с тобой здоровается и улыбается тебе. А во взгляде ты видишь неискренность. Коллега, а логика-то в ваших высказываниях давно. Я к тому, что Денису не нравится, что он не улыбался. Да, нет, что не улыбаются все у нас, вот уральцы, что не нравится, что они такие грустные, печальные, как будто он сказал, что как будто их только что обокрали. Нет, он говорил не про уральцев, он говорил вообще, в принципе, про неверующих людей. Ну, я вот о своем, он о своем. И здесь все-таки был поставлен вопрос, чем воцеркленные отличаются от верующих, чем воцеркленные люди отличаются от верующих. Но верующие и есть люди, которые верят в то, что Бога нет, есть такие категории верующих, есть те верующие, которые верят, что Бог есть, но которые говорят, что Бог у меня внутри. А человек оцерковленный, он уже живет согласно канонам церковным, соблюдает посты и знает правила. А радуется он от этого? Ну, конечно, есть уже здесь, опять же, во всем ведь, да, рассуждение и мера. Ведь есть такие люди в храме, но я, собственно, и радуюсь за них тоже, рад, что они такие, что чрезмерно строгие. Бывает, что пошлешь без собственного сопровождения кого-то знакомого, допустим, там, покрестите ребенка или там, сходите, просто помолитесь. Они приходят из храма и говорят, ну, больше в вашу церковь не пойдем, потому что их так наставили на путь истины наши бабушки, вот, что весьма-весьма, да, есть печальные факты. Звонок, здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я звоню из Челябинска. И мне хочется сказать, что вот эта тема, радость православия, и когда мы говорим, что православный человек, он скучный и такой угрюмый, что все это надумано, и оправдываем мы себя только своей ленью, особенно во время постов, вот даже рождественский пост. Столько много полезных, вкусных блюд можно приготовить, и также на новогодний стол, и не обязательно какое-то спиртное, можно купить хорошие напитки в виде лимонада, соков, ведь самое главное – это приятное общение и хорошая компания, вот что я хочу сказать. И, конечно, вот как и все люди разные, я думаю, верующие и воцерковленные люди, они тоже разные, и по своей сути они ничем не отличаются. То есть верующие и воцерковленные, вот вы посмотрите на лица после литургии, после службы. Мне кажется, даже те, кто стоят на улице, наоборот, хотят еще и прийти и посмотреть, что же это такие люди выходят счастливые после литургии. Поэтому вот для меня, как бы я считаю, что и верующие, и воцерковленные, все люди хорошие, и в православии только одна радость. Спасибо вам огромное, спасибо. Ну вот поясню, Екатерина Уайт пишет, что для нее, например, проблема рождественского поста – это не проблема трапезы, это проблема, например, ограничений в просмотре телевизора. Когда она пишет «Не посмотришь иронию судьбы», «Чародеев», другие милые новогодние фильмы, не хватает этого. Кать, а может быть, вам можно их посмотреть? Может быть, это не принесет вам вреда, не рассеет вашу душу? Может быть, это обсудить со священником, раз это является такой прям скорбью? Ну, это, опять-таки, мое очень сильно частное мнение. Спасибо вам, дорогие друзья, за участие в этой программе. Время вышло. С вами были Дмитрий Шакуров и Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение» даст Бог. Завтра увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин